ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже у нас и фаси не помогает сегодня. Почему я думал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Царю небесный, утешителю души истины, И живи везде, сын, и вся исполняй. Сокройще благи и жизни подателю, Приди, селися вны, и очистены от всяких скверны, И спаси благословения души наши. Господь и Бог наш, мы просим Твоего благословения на это собрание. Прибудь с нами. И в рассуждениях наших научи нас всегда искать Твоего благоволения И познавать Твою святую, вечную, божественную волю. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Начну с себя, с любимого. Две недели не могу прошвыркаться. Я где-то высчитал, спрашиваю врача, он говорит, это, видимо, не так. Ну, я вот высчитал, что когда человек слабый ушан, А может, это и на всех сильно надувается, смартфона, То у него отражается перепонка, то выгибается, что-то такое. Я оглох в несколько раз сильнее. Я слышал только левым ухом, А сейчас левое стало хуже правое. А правое я раньше говорил, затыкаю, не затыкаю, вообще не слышал. Воспаление просто отсюда переходит на левстакию трубу, Которую соединяющую берегу к осторожному. Ну, может, я просто расскажу, как я ничего, А то я слышу рядом. На этой неделе считали 4 дня канон Андрея Критского. Я сейчас прошу, чтобы мне для себя иметь, я должен это знать. Кто не приходил, не обязательно, у нас где-то, где-то в другом месте живет. На Андрея Критского на этой неделе. Поднимите руку, кто не ходил ни разу. Работали там все это, другое. Я хочу другое узнать. Потом я сделаю подборку. Кто ни разу в своей жизни не ходил на эти 4 дня, И вот на пятой неделе это будет полностью Андрея Критского, Ни разу не ходил. Поднимите руки. Таких мало, ни разу. Понимаете, это не просто обычная церковная. В этом есть необходимость, так как это покаянный канон. Он называется Великий канон. Я тут наказывал, кто у нас не бывает. Но я не знал, может быть, они в другом месте. Но они не появились. Ходят одни и те же. Кто на собрания ходит, Вот ходят и На канон Андрея Критского. Сказать, что совсем нет времени, Есть такое выражение, Похвала в глазам, куй змеи. Я просто хочу сказать. Что-то слепое не вижу, наверное. Маша Барабашин, где она у меня? Вот она. Она находила время, она приходила. А осталось не буду говорить. Это человек, который и работает, и учится, И она находила время. Это благословение Господне. Мы соединяемся в этом со всей церковью. Я сейчас говорю, У меня каждое слово, как в худом репродукторе, Я его через это ухо как будто идет и бьет. Поэтому ко мне не обращайтесь. Со мной вот мученик, Володя снимает. Он у дверей стоит, Рядом лежит полено, стучать по скобке. Я не слышу. И он звонит из-за дверей. Я сижу рядом, не слышу. У меня телефон, я сейчас его вытащил, Заложил, чтобы он тресся, как у Андрея. Вот робота. На, ты идешь. Мне это как раз. Вам неудобно со мной. Но вы как-то приспособьтесь. Когда ко мне приходите, вот с этой стороны у дома, Тут кормушка давляла работа. И подадим, окошко потихоньку постучи. Я увижу. Позавчера у меня случилась неприятность из-за того, что я не слышу. Неприятность выправимая. Дело в том, что мы все-таки собираемся ехать в поездку дальнюю. Самую дальнюю, самую дорогую и самую долгосрочную. Сейчас в других городах уже люди приготовляются, чтобы мы ехали и ежедневно давали сведения, где мы едем. Это выставлять на сотни, может, тысячи людей. Люди все больше следить будут за нашим путешествием. Так сейчас делают. Ежедневно. Но удастся или нет, главное, это Виктор Савченко будет. Мое участие там какое. Только что я не мешаюсь. Это самая моя заслуга. Я не лезу, не мешаюсь. Я никогда не забуду, как в школе учительница мне поставила пятерку за пение. Пятерок было много. Я ни одной не помню. Я эту помню. Она сказала за то, что ты не мешался. Я тихо сидел. Пятерка. Я хотел бы получить пятерку от Бога за то, что я не слышу. Я благодарю Бога за это. Сначала я расскажу, как вам неудобно, а вы тогда решите, как, чтобы наши отношения не изменились. Я сижу рядом у телефона стационарного. Он звонит. Телефон. Ну, вот такое расстояние. Телефон вот здесь вот у меня. И я не слышу. Володя кричит. Телефон. Я какой? Это вот полторы недели я в таком состоянии нахожусь. Для меня это благо. Он смотрит по Владику и скажет, что такое? Ему так плохо, а он смеется. Я весь углубленный, куда я хотел. Я намного отвлекался. И нам нужно приглашение. Приглашение оформили. Приглашение. Когда приглашение есть, тогда не надо нам заботиться заранее справку, что нам забронировали в гостиницу, там в Мадриде, в Париже где-то. Мы приглашенные. Те берут на себя ответственность, они платят страховку, если мы попадем в аварию, они все оплачивают. Это не просто так. И Валентина Старстисон, она взяла двоих. Больше она не потянет. Не она, а там, которая работает. Из чего платить? А деньги большие платить. Они регистрированы, по нашим деньгам, кажется, на 300 тысяч рублей. Это очень большая сумма. Но это, может быть, и не потребуется. Там меньше платят страховку. А меня приглашает моя племянница. Она вышла замуж и там находится. Лапкина Надежда тоже. В прошлом году она так делала, и нынче у них и денег-то нет. Ну, я говорю, рассчитаюсь как-нибудь. Да не надо, дядя Игнатьевна. И она там сделала, пошла там куда, какая организация, таможенная, что там. Все это сделали документ. Валентина свое, Валентина соединила и посылает спецкурьеров. В прошлом году Марина Куемщеди, это Плотникова, она два раза нам посылала, тоже так же делала, платили страховку, и они делали на троих. Кого-то там подговорила, греки какие-то. Ни разу не дошло. И один раз только на Москву сказали, до Москвы, чтобы спецкурьер довез до Москвы, свой, который поедет там священник. Это получили, а нам уже это не надо. Не доходит. А спецкурьер это так, она в среду там сдала, а в пятницу, это два дня, мне отсюда звонят. Так, сегодня к вам должны завести документы. Спецкурьер. Работает по всему миру, и Англии, и Аргентины, и везде. А во сколько будете? Второй половине до шести. Я никуда в окно смотрю, телефон смотрю, ну просмотрел телефон, гляжу, два звонка одних и те же, он был. Надежда идет, приносит бумажку. Мы были у вас, по-английски, вас дома нет, то другое, значит ждите следующий день. Я следующий этаж не мог дождаться, то ли не звонили, или как. То есть пришло, лежит партизанская 105. Она спрашивает шифр какой, я все назвал, мне сообщили оттуда. Видите, какое неудобство со мною. Драгоценный документ, который, теперь мы можем начинать быстро оформлять документы на визу. Раньше трех месяцев нельзя, она будет въезжать в зону 5-го, и вот с 5-го три месяца остается. Теперь мы ускоренно должны все это делать, тем более, видео надо подтягивать. А я в пистерсе сижу и, ну, как есть. Еще не потеряно все, но я к тому, что, помолитесь, чтобы как-то со мной люди обошли, чтобы я был доступен. А от меня, кто там, в интернете, никто не знает, что я не слышу. Потому что я так же, а работаю еще даже лучше. А самому забрать-то как? Сходите забрать с партизанской. Самому забрать. А? Самим забрать сходить. Сходить. На партизанскую. Позвонить надо, никто не даст. Они очень серьезные. Должен быть я. Меня надо везти. Николай, может, пойдет. Это особая служба. Приехать забрать вас. Никому не дают. Видимо, я должен забариться. Я звоню, они меня проверяют. Алексей, они меня проверяют. Они спрашивают мои данные, я отвечаю. Спрашивают шифр, когда тот был. Это серьезная организация, я понял. Приехать, забрать вас, съездить на машине. Может быть, как-то еще только. В понедельник. Они здесь идти работают. Та организация, которая в прошлом году нам помогала получать везу. Дальше с Англии. Ты поймешь, когда мы там будем, и там дорого платить. То есть, открыть только нам на троих везу примерно потребуется 50 тысяч. Только открыть везу, ничего, не трогаясь с места. Потому что у них тогда открытие, кажется, 9,5 с каждым. Ну, умножай на 3. Бережу, 9,27,30. Здесь поменьше. Но это прошлогодняя цена. Может, они повысились. Там, может быть, больше будет этого. Дальше отправлять книги, когда туда там. Я не знаю, в 50 подожжи рассчитывать. Николай, 50 не уложимся отправить. Ничего пока не скажу. Ничего пока не скажу. То есть, это только, только чтобы как-то опориться. Не считая, что ехать надо на бензин и проще, и проще. Я говорю, самое дорогостоящее, поэтому откладывайте то, что может. С 1 мая, я не вижу Людмила Степанова, болеет? Да. Болеет? Болеет. Через нее. Не примет он. С этого времени, 1 мая, кто может, пожелает купить какие фрукты. В прошлом году с нами были. Это их жир. Немножко. Курага. Грецкий орех. Кедровый там давали орех. Потом это, как киш-миш называют. Что у нас еще было там? Финики. 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 Это, да, финики. Финики. В прошлом году много помогало, я не вижу Валентина Алексеевна Барышникова. Она в Стальменке или где-то. У нас было и осталось, и так мы заглушили. Когда мы едем, это не здесь. Там нельзя ни костер разжечь, никуда. А мы водой дорогой едем, подкрепимся маленько, едем дорогой. Я пять. С 16-33 там какие-то дал ягоды, поели. И так у нас идет. И сухари, я говорил. Нас обильно Господь благословил сухарями через Глушкова Игоря. Он хлеб привозил тогда. Я насушил. Ну куда держать-то? 12 полных набитых мешков. Вот таких вот. И я их объявил там, кто по два мешка. Там тащили в этом порчину наши, витали. Ну кто мог? И раздали. Я считаю, что это так и надо. Придет время, к вам вернется. Ваш недостаток восполнится другими, ваш избыток другими. Апостол Павел про это говорит. Поэтому сушите, кто может. А потом к первому мая будем подтягивать уже к этому месту. Нам ничто не препятствует. Выполнить то, что есть. Об этом мы молимся и еще неопределенно где будет ставка. Неопределенно. Но работают по разным направлениям люди. Это должна быть Смоленская область или Калужская. Где-то здесь. Куда мы должны забросить. А потом, думаю, нас ждут в Краснодаре. Ждут Эшкара летом, разных, чтобы где-то людей собирать. Нам люди нужны. В Англии уже договариваются, в Финляндии. Это встреча с людьми с русской диаспорой. Если мы в Англию прониким, дальше мы в Шотландию и свободно пройдем. Мы узнаем, где русская диаспора. Одного возьмем из русских, которая владеет хорошо английским языком и мы там задержимся в Англии хотя бы дня на три. Это единственный раз и приедем и наши паспорта за рубежом можно в архив сдавать. Останется еще на один год за парк где-то там около Москвы на следующий год. И у нас все, книги кончились. Мы едем только с дарами. И все заказывают, заказывают, книги по интернету люди узнают. Особенно это трехтомник Нового Завета. Вот я вам говорю, вы как-то себе где-то записываете. Трехтомник мне в таком виде его бы не издать, когда у нас был Судников отец Наполовил. Вот все абсолютно. Вот каким шрифтом как сделать, чтобы ровно на три тома получилось и печатать мои 297 комментариев. Это все Ом. И крест, который есть, и свет. Это все Ом. Он поднимется потом против. Это никакого значения не имеет. Это его. И перед Богом да будет это ему пропуском в рай. Тысячи людей, которые копируют себе там и просто не от нас берут с интернета. Это Ом. Я все это вспоминаю, как Бог нас благословлял, когда он был здесь рядом. Вот на этой неделе что было у нас? У нашего брата Игоря Третьякова родилась дочь. Никогда вопрос не стоял, как называть. Я знаю, у которых дети рождаются, вот она сидит, сестра. Мать еще в больнице, а отец с метриками и бежит. И дальше называет, как хочет. Я отец, я говорю, почему ты так не дождался, когда мать придет, хотя бы. Она не дочери, она как хотела, нет. А обычный такой был раньше, по мужде. Я расскажу немного о именах сегодня. Это большое дело имени, просто так. в имени заложено в Парабашевске будущее человека. И Бог называет Адам. А что Адам означает? Означает глиняный, красный, из красной глины. В нем это заложено. А он ее называет Ева. А почему? Ева означает жизнь, по-гречески Зоя. Так жизнь, да, жизнь. Женщина дает жизнь и через нее мы все умираем. Это Писание об этом говорит. А дальше название. И Бог дал мне сына. И Ева называет, как Бог давал ей, она так их называла. Моисея поймали в козлинке, назвали вытащенный из воды, Моисей по-египетски. У матери нет детей, и она молится, выпрашивает. И наконец Бог дает ей сыну. И она его называет выпрошенный у Бога. Сам у Ил. Ил, Ил, Агим, и Аллах это считается синонимом близко, Бог. Вот, Михаил. Опять, это еврейские имена. Михаил, никто. Никто, как Бог. Переводится, никто, как Бог. А есть Ил, впереди стоит. Илья. Это Бог, моя крепость. Вот нам кажется, ну и что это значит там одна буква? Был Авраам. Его все звали Авраам, Авраам, Авраам. И вдруг Авраам. Люди говорят, какое изменение имени? Другое дело, назвал бы его каким-то октябриной, тракториной, как раньше называли, кариной. Авраам означает странник. Странник. То есть идет, путешествует, паломник. А Авраам означает отец множества. Это совсем другое имя. Авраам. Вот Яков. Родился Яков, Яков, А спроси, а что он означает? Означает обманщик. Запинатель, дающий подножку. Когда он рождался, и там с братом у него в утробе получилось, кто вперед родился. Или вот так и назвали. Так это и осталось. Женщина, которая хотела детей, женщина знает, когда она рожает. И наконец она говорит, все, кончился этот цикл. Сладости уши, теперь я, больше детей у меня не будет. Она знает, обыкновенная женская прекратилась. Как Златоуст говорит, сухой ров. Влаги нет. И вдруг Бог говорит, родишь сына. И когда родился, она называла, теперь кто не услышит, засмеется. Старуха, 99 лет родила. И она назвала его Смех, Смех Исаак. Смех. Значит, это вызвано было тем событием, какое есть. Вот допустим, Наимень, это прекрасная, приятная. Она ушла. Ушла с мужем с двумя сыновьями. Муж умирает у ней там, на полях Мавицких. И два сына. И она, когда вернулась, в город стал кричать, Наимень вернулась, Наимень. Она говорит, не называйте меня Наименью. Я понимаю, как она, сейчас фильм такой, руль поставленный, со слезами. Говорит, называйте меня Марой. То есть, ее называли до этого приятная, сладкая. Она, Мара означает, горькая. Мне имя Мара теперь. Иногда называют по цвету. По цвету волос. Родилась девочка с темными волосами. Ее называют Мелания. Мелания означает темная. И ребенок только родился, и он же руками машет, вот такая грубо так себя ведет. Варвара, так и назвали. Варвара такая стала. Грубая, невержественная. И говорят, у, это варвары. Слово-то сохранилось в своем первоначальном обозначении. А вот родилась со светлыми волосами. Светлана означает фатина. Фотоаппарат, откуда слово свет-то идет. Вот. Родилась девочка, у них волосы рыжие, прямо маленькие, видно. Ее назвали Руфина. Рыжеватая. Понятно. Но мы-то ищем другого. Иногда Бог давал имена, состоящие из трех из четырех слов. Это у Проха Исаия. Магэр, Шеллах, Хашбас. А что означает? Погибель приближается, приготовьтесь. Он бегал, и мать кричит, погибель приближается, приготовьтесь, иди домой. Представь себе. И она кричала, и она проповедовала, снаю, погибель приближается. Все говорят, что это за имя такое? По-другому вы не знаете. Теперь будете знать. Погибель приближается. И вот давать имена, обычаи были разные. Потом, когда уже стали накапливаться имена святых, мартиролог называется, главное, это было мученики, которые умерли за Христа. Тогда стали называть в честь их. А потом уже, как-то установилось, что обычно родиться мальчик, разрешается, если в этот, бывает день, нет никого. А их имен, сейчас я не знаю, сколько, в данный момент, но когда лет 10 назад я подсчитывал, я сидел пальцем считал по календарю. Мужских имен примерно 753. Выбор-то какой большой. А какие были имена? Вот, есть такая у нас здесь краевая газета и издательства «Алтайская правда». И когда заходишь, у них посередине там стоит опора, колонна, стол. И на ней, как на бронзе, или на чем сделано, имена погибших сотрудников «Алтайская правда» на полях Великой Отечественной войны. И вот, ну они пошли на войну за счет им уже 18-то было, не 13 лет там. А их-то отцы родились до революции. И вот Владимир, это все, которые уходят на фронт, а величай, Никифорович. Следующий, который идет, Игорь, отец, Митрофанович. То есть разброс имен совершенно другой. По отчеству я когда смотрю, а эти все одинаковые. Да не то одинаковые. Вот у нас, какая община? 4 шнеца, 4 Игоря. Я как-то собрал их. Да мало того, из них еще 2 Игоря Владимировича. А какой? Покровский собор. 4 священника, 3 из них Михаила. И когда скажет Михаил, а какой? Старый. Ну один старый с волосами, а другой лысый. И так даже старый лысый. Отец Айким учится в семинарии. И когда нужно было сказать, то ему не надо было говорить Салтая, Лапкин, а только Айким. Все знают, он один на всю семинарию, на всю академию. Один. Мне в жизни ни разу не пришлось быть рядом с людьми, с мужчиной, к которому я мог бы обратиться, сказать, Игнатий, послушай, я не знаю, как это произносить имя в отношении к другому. Вот у меня близкий человек, был Владимир Николаевич Баварин. На его место приходит Владимир Николаевич Колганов. Начальник тюрьмы Шагарин, Владимир Николаевич. И был в краевой администрации, в отделе работы, Владимир Николаевич. Фантазии никакой нет. Вот у меня старший брат, а его называли, когда крестили, тот, кто крестил, выгорал там священник, тогда было, это, без поповцев, крестил дедушка. Терентий. Терентий. В моей памяти Терентий остался подпечататой моей жизни. Он называет его Самуил. Следующий Игнатий. Следующий Аким. И родители не спрашивали, на этот день родился, у меня на этот день был Евтихий. Вот что удивительно, это редкое имя, и мы на один день с ним были. В этом тоже что-то есть. Я стал узнавать не только биографию, а значение имени. У меня редкое имя переводится с двух языков. Первое, неизвестное, греческое, незнаемое, незнакомое. Я оправдал своей жизнью, своей жизнью, я незнакомый. А во мне всегда спрашивают, а кто он такой? Не потому, что я, меня не видно, они видят, а потому, что я делал, они никак не могут найти для меня ячейку. Это мог найти только отец Кирилл Сахаров и Гумин, когда был здесь. Игнатий, он не входит ни в какую ячейку луарье, когда там, это, млекопитающее. Из животных только одно не попало ни в какую ячейку, это утконос. И когда щучилов привезли в Англию, с Австралии, долго еще рассматривали под лупой и сказали, а там специально, говорит, надо мне посмеяться, шили. Шили с разных, ну, животные, а несет яйца. И животные, а клюв, как у утки, утконос. И при том, ни в одном зоопарке мира утконосов нигде нет, она сразу погибает. Это надо, ну, просто увидеть. Я вот выступаю где-то, говорю, а кто он такой? Баптисты, так это наш, вы слышите, говорит, по Евангелию. Православные здесь? Они сразу говорят, нет, это наш, это православные. Вот видите, как говорит, это старобрядец, а видите, как он крестится, это старобрядец. И это по сегодняшний день, буквально весь интернет наполнен. Я сегодня что взял, до того выявился. Мои стихотворения отдельными там сайтами выставляют, украшают, я ничего сейчас в этом не вижу. Я вижу это дело Божье. Значит, об аминах. Брат Игорь, отец, Юля-то там лежала. Он говорит, два имени есть, Фатина, и он в прошлый раз об этом рассказывал. Я ему не говорил, как назвать, такие слова не произносил, но направление, конечно, я давал. Агафья означает добрая. Добрая. Понимаете, это такое рисковое имя, как бы благая, она граничит где-то на грани соприкосновение с божественным, неповторимым. Ее житие все до буковки евангельское. А Фатина, если была та Фатина, которая у самарянка у колодца, это Светлана, тогда бы, это понятно, апостольская. А то Фатина другая там, которая на острове, он говорит, там ни одного шага не было евангельского. Ну и в честь кого она будет подражать. Игорь назвали ее и уже принесли. Агафья. Так у нас в общине теперь прибыль Агафья. Вы для себя просто так имеете. Я, когда называю, вы смотрите, в правительстве был Климент Ефремович Ворошилов. Старые люди знают, еще ходят его. Вы в школе спросите, Климентов много? А Ефремов много? Так это было не то, что там они были какие-то супер верующие, а это было естественно. Я по радио, когда выступал, вел программы, мне один звонит, я всю жизнь проработал на местном радио, и то другое. Какое у вас имя, поэтическое, поэтическое. Понимаете как? И вдруг ко мне один человек приходит, говорит, а у меня дядя Игнатий Тихонович. Я говорю, а где он в Москве? А кто он генерал? Это Володя Пенкина. Значит, имя давали во времена Златоуста по любви к кому-то. Его учителем был епископ Нилетий. Мы его сослали, долго ждали, а на его место поставили одного епископа, его Павлин звать. Это не птица с хвостом. Епископ и когда он вернулся, а его прихожане, которые ждали его, в это время рождались дети, они подряд Милетий, Милетий, они Милетий и пошли, как вот в 62-м году Юрий Алексеевич Гагарин был, Юрка, Юрка, везде. Это понятно. Ян Златоуста говорит, что имя ничего не поможет, если ты не будешь работать. Ну давайте, мы назовем все, у нас не запрещено назвать Иисусом. Вот сейчас крещение приняли, в газете пишут, Иисусом они назвали в Рубцовске. Это не запрещено нам. Ну, какую ответственность накладывать, как ребенок будет жить, как ему будут обращаться, это надо все учитывать. Но главное для нас это подражать тому в честь, кого ты названный. Потому что мы в честь святых имена все-таки имеем. Поняла? Вот ты знаешь, кого ты, кого она подражает. я сейчас спрошу, а вы грамотно ответите. Кто может объяснить слово талант и талантливый в нескольких словах? Поднимите руку. Талант, ну отсюда производный талантливый человек. Как определить он талантливый или просто способный, трудоспособный, активный, назовем так, добросовестный и талантливый. Я тебя спрошу, брат, ты врач, тебя посылают на повышение курса. Тебя могут после твоего ухода люди говорить, знаете, у нас был талантливый такой, патолог, а на том, что действительно могут к тебе применить эти слова? Или применяли ли уже? Вот брат говорит, там сколько зарезал, будут считать. Я никого не зарезал, слава Богу. Не больно было. Значит, не могу сказать о себе этого, потому что это было бы не скромно, во-первых. Во-вторых, я думаю, что едва ли. Может быть, усердным, да, могу назвать. А как думаешь, по той специальности были талантливые, которые говорили, да, этот талантливый? Естественно, конечно, были такие. Теперь ты, брат, всю жизнь ищешь золото. Это золотоискатель, профессионал. А тебе могут сказать, что ты талантливый? Кто? Золотоискатель. Ну, кто меня знает, тот скажет. Начальство, которое тебя... То есть, из ряда тех, которые на такой работе работают, ты выделяешься. Ты по одной крупице скажешь, да, здесь действительно залежи настоящие. Ну, ну... Талантливый. Я, может, неправильно выражаюсь, но в этой области талант выражается именно в том, что ты делаешь, что ты не делаешь. Такие специалисты, их единицы все. Единицы специалистов таких вообще. Поэтому, конечно, я дома прослушаю, что скажешь. Все не просто так. Дом прослушаю. То есть, мое такое мнение, тут я почему-то говорю, потому что недавно, об этом, как бы там, рассуждали в одном месте. То есть, вот в чем, что талантливый, то есть, талант, это не просто способность человека что-то уметь делать, а уникальная способность, уникальная способность что-то уметь делать. А талантливый, значит, который использует эту уникальную способность, ну, для других людей. Потому что, может быть, талантливый вор. Ну, так говоря, возьмите фильм «Золотая ручка», Сонька «Золотая ручка». Талант непревзойденный, это Матахари воровского мира, была, Сонька. Сонька «Золотая ручка». Ну, я просто говорю, талант, но, вообще, талантливый, это уникальная способность, потому что талант у каждого есть. Талант, он один красиво говорит, ну, что он красиво говорит, но это не уникально. Понимаете, есть уникальный хирург, говорит, что талант у многих есть. Да, талант, ну, способность, она у каждого, землю копать, он тоже талантливый землякок может быть, но уникально выкопать или вылепить, это, это таких людей, может, даже пальцев хватит, уникальных. Поэтому врачей много, режут все, но у каждого врача свое кладбище. Вот так говорят. Так, вот сказал, сказал талантливо, сказал или нет? Да, да. Сойдет. Как ты думаешь? Доходчиво. Доходчиво. Доходчиво, что прошлое собрание у нас было, и Николай Валентинович берет журнал, там, душа, и говорит, а вот тут так написано, ну, кто-то согласился, кто-то нет. И там в интернете прослушали, и какая-то женщина, я не буду уже, я ее не видел в глаза, но она заходит там, Валентина, 12, а вы меня с этим человеком познакомьте. Я ей сказал, как его звать? А, дать я, как я дам адрес? Я говорю, это невозможно, два слова написал. Жаль, я хотел ему хорошие слова сказать, он сказал хорошо, а к нему не прислушались. Так что, где у меня надежда-то по-любому? Так что, я ее не выдал, только не имеет права покушать себя. Так, талант, я спрошу дальше, лауреаты Нобелевской премии, могут быть признаны талантливыми? Я слышал однажды такое определение, талант заключается в том, что человек не знал, что этого делать нельзя, и начал делать и получилось. То есть, все знали, это невыполнимо, это невозможно. А он начал это делать, сказали, букву выражается в цифрах, когда начинали программы составлять, в интернет, как это так? Это сразу на всех, на весь день выходить, вот как телефон мобильный, Мартин Купер, или этот, интернет-тинжер, Мерсли, все знали, это нельзя. Они выдвинули идею, они сказали, нельзя это сделать. А я не знал, что нельзя, я уже сделал это. То есть, этот вещный двигатель, он всегда перед глазами стоит. Я к определенному делу говорю. Однажды, в литературной газете, я прочитал статью, называется «Миссионер 21 века», об Андрею Кураеве. И там написано, он говорит, я проехал там по местам, где были Вселенские соборы, там одни развалины, ну и встречался с мусульманами, видимо встречался, и он говорит, а они необыкновенно талантливы, религиозны. Я первый раз встретил эти слова, соединенные вместе. Талантливый, религиозно. Это было уже десять назад, я десять лет об этом размышлял. Я искал данные в разных местах, и теперь я могу сказать целую проповедь, что такое быть религиозно-талантливым. Здесь два варианта еще. Тут вмешаются два слова, которые не все знают. Слово «экономия» вы знаете, экономить. Поехать в жестком вагоне, подешевле там. А есть слово «экономия». «И». «Экономия». А напротив его, чтобы понять, допустим, я тебе говорю, что такое свет, а напротив, я говорю, тьма. Я говорю, добро. Напротив, зло. все так. А напротив экономии, акривия. «Экономия» означает снисходительность. Ну, ладно так, да ладно уж, пускай. Да ладно, как-нибудь. А акривия – это строгость. Написано, я обязан сделать. Невседозволенность. Каждое это слово имеет право на свое существование. Вот сегодня священники играют только одним словом акривия. Оно написано так. акривия. Погружать надо. Я могу просто так ладошкой и все. Зачем ему раздевать, я его жалею. То есть, они начинают этим словом играть. Это безобразие. Это не экономия. Экономия заключается в том, что человеку может дать послабление священник. Так написано. Если человек болен, зло престарелый, зло млад, беременный, все, больше ничего в это не попадает. Он может во время Великого Поста в обыкновенные дни разрешить ей немножко вино или масло растительное. Все. На большую экономию ни один священник права не имеет. Они так, вот у меня охота курочку поесть, этого нигде нет. Нету. Это за правилами. А акривия предполагает строгость. И на этой строгости настаивает вся Библия. это есть закон. Бог все абсолютно делает в акривии, но иногда допускает экономию. Я поясню. Пророк проповедует, Ниневия погибнет через 40 дней. Никаких альтернатив нету. 40 дней она будет сметена. Она будет сожжена. Там будет песок. Удивительное дело. Сарь услышал и дал указание ни есть и не пить 3 дня. Ни скотина чтобы не ела, ни малые дети, никто. Как скотина релила 3 дня не выводить. Ни пить и ни есть не давать. Даже подохло немало. Посыпали пеплом голову и у них не было надежды никакой. Они говорили может быть Бог услышит, может быть. Пророк ты им не дал надежды. И Господь отодвинул отодвинул там на 120 лет. Но погибель все равно пришла. это акривия. А вот в первом случае Бог отодвинул вот эта экономия. Отодвинул. Потому что эти люди покаялись. Вот мне пришлось в жизни неоднократно делать то, что я кое-что не расслышал. У меня со слухом были такое слово нехорошие проблемы. Фу! Не люблю это слово. Ну, чтобы вам понятно было. Когда я учился в школе в Хорщиной начиная с 5 класса. Вдруг в третьей зимы катался, бегал, простыл, там снегу вспотел или что-то. У меня заложило уши. Я сижу и не слышу. Я иду к врачам. Там одна больница была, не больница, была поликлиника. И они такое есть камфорное масло. И оно пахнет сильно. Это связано с глухотой. Я его терпеть не мог. Переносить. Я сижу стараясь на первое место. Учительница говорит, а представьте в то время как переживаешь. Я глухой, я не слышу. Я не слышу. Я не знаю, что она спрашивает. А меня толкают в бок. Что сидишь-то? Иди. Они не знают, что я не слышу-то. Я вышел, а она переспрашивает. Я не знаю, что один гляжу вот так взял, ломает, еще нос крутит. А она меня спросила что-то, что связано с жизнью Ломоносова. Он нос ломает и показывает. Он называет Ломоносов. Вот здесь я переживал. Ой, как я переживал. Но потом у меня все это ушло. Меня призывают в армию. И я жалуюсь, говорю, у меня правая перепонка, я плохо слышал. А когда где-то призывный запонт, уже все, привезли. Я призванный уже в Владивостоке. Он там смотрит, что-то. А сам пьяненький такой врач. Так, у нас механическое повреждение. Так, и притом сильное. А как же вы так слышите? А я видимо маленько схитрил, когда другое это ухо надо было. Я маленько это приоткрыл. Я пальцем закрой и слушай. Я прошел никуда-то в морской флот подводный. Там сто процентов должно быть здорово. И я служил, и никто не знал, что у меня поврежденное. Но это все-таки накладывало свой отпечаток. Вот когда я лежал, в прошлый раз, когда мне дали эту справку-то шепотная речь-то. И мне нужен перевозчик рядом. Это вот у кого какие есть недостатки, как ими воспользоваться. Я может ошибусь, но как мне сведения известны, что глухим был Саолковский. Константин Эдуардович, он не слышал. И благодаря тому, что он не слышал, он не знал, что этого делать нельзя. Изобретения пришли на незнание. Кибачич там еще слышал, он мог эти ракетные установки делать, сидеть, соображать. А этот не слышал. И у него столько изобретений, как у Леонарда Давидовича, как у Архимеда. Я не знаю, может быть, так или нет, передавали, что Бетховен оглох. И он слушал, только представляя трость и к этому. И главное произведение, которое дальше писал, он писал на глухоте. Ему это не помешало. Я все это подгоняю к себе. Я не слышу, но я занимаюсь и полностью там. И на молитве меня ничего не отвлекает. Я так благодарю Бога за мою глухоту. Но мне ехать надо. И чтобы со мной не было трудностей, помолиться, чтобы Бог приоткрыл мне одного ухода хотя бы. Инар Тихонич, тут дело в том, что у вас это наследственная тугоухость. Кроме того, что есть воспалительный процесс, еще и наследственное это обусловлено. Я полагаю, что в этой поездке, хотя бы на время поездки вам нужно приобрести слуховой аппарат. Потому что вам хорошо, но людям, которые будут общаться с вами будет трудно. Не только которые будут с вами ехать, а которые будут во время всей поездки. Да и вам-то тоже будет трудно. Благодарю. Вы не будете видеть что-то. Я согласна. Пока не готов к этому. Я благодарю. Знаю, что все, что ты говоришь, это религиозно талантливый. Я говорю, что это 10 лет моих у меня в жизни однажды было, я позавидовал. Позавидовал. Был в аптестах, в аптестский дом в Новосибирске. И там два брата. Вот как клещко такие спортсмены. И они оба почти одинаковые. И как они выходили, и как они пели. Сторож скажет, сколько ночи. И я позавидовал, как бы мне, если бы так. Они выходили, там объявляли их, они выходили. Я никому не завидовал, им позавидовал. Я почувствовал, я позавидовал. И сразу подумал, а вот если бы сказал сейчас Господь, я тебе дам этот талант, но от него тот талант, что ты проповедуешь, что знаешь Писание. Я бы сказал, Господи, собора не менять, подумал. А я подумал, я сейчас где-то работаю на крыше, так бы я запел на полгорода. Слышно было. Позавидовал. Но я тут же отступился от этого. Это не мое. Но вот у меня есть другое, когда я на Андрея Кураева остановился на этом. Быть религиозно талантливым. Чтобы это слово, сказанное о мусульманах, которые мне близки, чтобы оно было, эта кличка прилипла ко мне. Я стал рассматривать, что пришлось мне сделать за 51 год. Я претендую на это слово. Почему? Потому что я никогда старался не останавливаться на это. Тут у православных, чтобы так были картины, места Писания. Я не знаю, где, может быть, где-то есть, не знаю. Но мы их сделали в храме между иконами. Так еще у баптиста нет Писания, говорит, это на законе. Сделай надписи. Мы это сделали. Мы не повелили православные и соединили с этим. Евангелие лежит. Мы сделали Библию, специальный заказ у батюшки там окованный лежит. Библия на русском языке. Батюшка одно время даже как будто обиделся, когда его не было. И мы сделали надписи и повесили. Я говорю, давайте теперь молиться, чтобы батюшка приехал и все это принял. И батюшка говорит, а почему ты решил, что я не принял? Да не почему. Прости меня, батюшка. Я просто... Понимаете как? Религиозно талантливым быть это значит шагать за грань того, что там где-то и есть и за этим ничего больше не видеть. Может быть, знаете, тупым манкуртом. А я консерватор, у нас так положено. Я понимаю, что можно два пальца и три. Два и три. Это равно. Я показываю. Так молился Сергий Радонежский. Так князь Владимир. Так везде. До реформы Никона. А так Игнатий Бричеленин. Серафим Старовский, Анкараштадский. Те и другие святые. Вообще вопрос снятый. Старобрядцы сразу «А, у него такая мешанина в голове». Это он так и так признает. То есть, они Бога понимают. Бог только старобрядец. И они в этом уверены. Я в это не верю. Я признаю, что церковь вселенская, она состоит из пяти и слово ветви не любят православные. Я называю. Вот рука, вот пять пальцев. Почему пять, а не шесть? И вот так сформировалось в жизни, что православие, католицизм, григоарно-армянская апостолическая церковь, копты и сирийцы, пять больше нет. За этим все уже не церковь. Я на этом не знаю. Почему там нет епископата, сошествия Духа Святого. Восьмая глава Деяния Апостола. Со мной многие не согласны. Но это мое, я в этом стою, в этом верю. Так православие значит нужно вот так. Патриарха во всем поддерживать. Нигде я про это не сказал. Религиозно талантливый человек должен увидеть, какую пользу я могу принести патриарха, не отрицая его, и в то же время не потворствую его слабостям, как вот сейчас. Путин вел войска в Крым. Там столько где слов, там и руганий, ничего только нет. Люди не понимают, что все это не так на самом деле. На своем сайте я выставил один выступление одного. И у него посещение за несколько дней один миллион двести тысяч. Он разложил, что такое революция, что такое метель, что такое переворот. Никакой революции не было. И он это доказывает. И теперь что делают те, что делают другие, кто за кулисой руководит, и он все это раскладывает. Но он маленько не договаривает. Сегодня уже начинает говорить, что вот эта вся, как называют, помощь русская, там, которая находится конклав. Это все может быть по договоренности с Обамой. А выступает гость-екретарь Россия, это дорого обойдется, если будут. Сейчас подходит там авианосец уже вплотную подходит, а там что будет. Это не время. Это третья мировая война. Не время. Нет. И вот выступает Жириновский Владимир Вольфович. И там выступает перед ним Соловьев, который ведет это, и говорит, вот, прошлые годы когда спрашивали, ну, нападали на его экспрессивные там такие выходки, там, драки. Ну, в общем-то, в большинстве случаев он самый продуктивный по правде, что говорил, подошло вплотную. Больше всего. И он говорит, что такое Майдан. А этот, который говорит, не Майдан называет, а Майдаун. А что такое Даун-то? Что говорит-то? И он все это рассказывает. И меня сразу прокомментируете. Почему он о Боге не говорит? Я говорю, вы сказали, почему о Боге не говорит? Вот это и комментальство. Все. Мне там делать нечего. Зачем я туда полезла? А они не знают, что за наряженного у Бога это все идет точно по плану. Да, конечно, сейчас там им пенсии нету, казна пустая. Тебя не должно это касаться. Оттуда будут, считается, Украины, может быть, даже не один миллион беженцев. А вот об этом надо думать. Как принять? А мы готовы. Потеряевка ждет. Это может быть тот час, который мы ждали. Эти люди могут оказаться у нас. Нужно быть религиозно талантливым. И вы сами посмотрите. Вот не за скоруслой какой-то скорлупе стоять. Так было, я никуда пришел, отстоял и ушел. Нет. Весь потенциал ты должен с прибытком дать. А что я могу сейчас сделать? Участвую в том, что есть. Вот мне еще раз спрашивают один, а куда вы девали десятину те годы? Вот сейчас я гляжу, а священники так живут. Ой-ой-ой. Это показывает. Священник приехал, заболел и в больницу. У него эти рюк берут. У него три машины. Три дома. Один в Москве. Его, кажется, когда он был, обокрали. Из дома вытащили чуть не 7 миллионов, только денег. Ну, вообще, справедливо, что ли? А северский священник погибает и показывает мулар. Точно такой же богатый, так же люди живут. Тут нет никакой талантливости. Талантливый, он бы все раздал. У него ничего бы не было. То есть, куда именно вложить? Я говорю, те годы мы находили куда? Куда? Я работал на нескольких работах. Тем более, мы говорили, давайте, кто у меня живет, у меня люди жили дома. Все договариваемся. По 25 рублей кладем на месяц на питание. Ну, те деньги были. 25. А уходит они больше 15. Мы эти деньги отодвигаем к милостыню. А представьте, если это 10 человек, это сразу меняется картина. А куда деньги? Мы нашли куда? К баптистам. К отделенным. Они подпольно, рискуя жизнью, печатали Новые Заветы и написано продаже не подлежит. Вот, религиозно талантливо надо. В любом вопросе, а как? Так надо священнику. Я даю первосвященнику. В церковь мы ходим и клали туда сколько надо. Главное шло туда. Их сажали пачками этих баптистов. Быть бесплатно это не означает, что свалилось с неба. Оно через кого-то должно было прийти. И меня еще раз спрашивают, а я вот не знаю, куда я знаю священники, совсем не нуждаются куда десятина. Мне неудобно говорить, но я поясняю, если сегодня пищать от не приходится. Иван Гавиди покупай, у нас лежат пачки, я могу сегодня дать. Привезли. Это Ольга привезла. Сегодня благовестие. Мы очень нуждаемся в средствах. Так я сразу вышлю. Ты сначала посмотри, да я вас знаю уже давно, чтобы никогда не жаловаться потом. Дело в том, что ты должен знать, что я из того, что получаю, не проем, не пропью. Куда попало, не проезжу, не проблужу, ничего нет. На дело Божье. Ты уверен, на сто процентов. Тогда можно. Так об этом попросить Бога, чтобы на нас это развилось. Мы были талантливы, как подавать куда? Талантливы. А не просто так свечку купить и в ящик церковный бросить. Это никакого таланта нет. Это загруженность мозга без переформатирования, как патриарх говорит. Религиозно талантливый человек, он абсолютно во всем видит то, чего другие не видят. Какое-то слово сказать, а надо ли не надо говорить? В какой момент сказать, а где промолчать? Религиозно талантливым верующим надо быть. Я как-то выдвинул это 118-й Псалом, 164-й сих, за эпигр, 118-й Псалом, 164-й семикратный в день прославляю тебя за суды правды твоей. А как это дело? Я нигде не считал. Я стал молиться, у меня один ответ к Богу, я не имею таланта на это. У меня нет просто его. И Бог мне, я считаю, Господь открыл это. Должно быть не больше 7 минут. А что туда? Три спятое, то, что занаряжено, и не меньше 100 поклонов. Я это, знаете, установил. И сейчас уже другие сообщают, а вы знаете, как это? Они не знают, что это от меня. Вышло, теперь ко мне возвращается. Учат они меня моими словами. Благодарение Богу. Нам авторства не надо, и оно премии не дает нам. Религиозно талантливы будете. И начало моему размышлению положил дьякон отец Андрей Кураев. А другие просчитают. Просчитают, ничего нет. Я рассказываю, как я обратился, когда фильм отверженный Виктор Гугу посмотрел. Скучный такой фильм. Солдатики позевывая пошли вожгли. А меня прожгло всего. Может, я не понял. Я, кажется, три раза только в воинское счастье сходил. Пошел в город еще сходил. Достал книгу. Одна фраза спаси не жизнь, но душу. Не жизнь, но душу. Есть надежда спастись. И Бог привел меня к Евангелию. Тот сказал религиозно талантливо. Я сумел религиозно талантливо услышать, религиозно талантливо начать работать над этим. И написал Жану Вальжану, который играет роль Жана Габену, письмо, назвав его как отцом начало моего движения. Письмо никуда не пришло. Понятно? Я вам немножко пока даю. Я вам не рад неоднократно говорил молиться за Невзорова Александра Глебовича. Он учился в семинаре. У него такая биография интересная. Интересная смирская позиция. Во всех конфликтах участвовал. Он и телерепортер, и режиссер, и что у него только нет. Но ожесточение у него произошло страшное. И вот около него теперь все время появляется один человек в монашеской одежде и называется отец Григорий. Григорий монах. Я его не знал. Я просто в интернете спросил а кто о нем нигде ничего нет. И вдруг он появляется в Алтайском крае и звонит мне. Я желаю с вами встретиться. Вот понимаете здесь я его не видел и по сегодняшний день не видел. внутри меня все вот так вот я встал вот так вот а то кто это который я говорю там да встреча отменяется. А почему он такой вдаль ехал он собирает везде компромат на патриархиве. Это я точно уже понял. Я дальше не знаю я сказал нет. Я сказал внутренним голосом нет. А на меня сразу в интернете да то человек ставит фильмы он приехал снимать он на потеряйку он потеряйку просился он такое бы мог снять там миллионы людей мы услышали даже говорить не буду больше не говорите мне об этом нет общение с ним абсолютно невозможно и вдруг я вижу он оказывается в общине отца Георгия Титова куда Вася Плотников ушел Раиса Николаевна и он с ними и он с ними беседует и вчера я все просмотрел как он снял уже фильм поставлен там были бы мы меня ужас пробрал это только Бог меня мог спасти от этого ни таланта ничего нет и когда он говорит я с людьми каждый день общаюсь я смотрю что у него на лице написано у этого человека на глазах это виновность перед всеми он что он монах но ушел и поставил задачу воевать в патриархию находит какую-то послушницу которая была еще не монашка но уже она там послушание он женится на этой насти это я уже не первый раз знаю те которые приняли монашество а потом женились пока я не знаю ни одного у которого не был поврежден разум и он это должен отобили Бог отнимает все я против того чтобы давали я обед перейду но если ты принял назад пути тебе нет другие которые идут тех не постригайте больше но эти которые приняли помогите им выдержать это и он сейчас над всем издевается он кощунствует просто страшные он кажется дальше невзором пошел и вот в глазах я вижу как он говорит как губы открывает как это он с таким как бы духом говорит вот конечно я понимаю вы меня осуждаете он старается вид своего сохранить а там ничего этого нет люди которые впадают в этот грех это не просто блуд это измена Богу везде измена трусость и обман как говорят я вчера посмотрел все эти места его его поведение как он старое там берет где работал строил монастыре видимо сейчас переоделся бывает из того момента у него сохранилось кое-что меня Господь просто спас от этого его звать Михаил по-настоящему я не сужу его я просто рассказываю мое впечатление и прошу когда будете за ним взором молиться Александра помяните этого Михаила он перешел грань о том и о другом у меня мнение такое что они может быть похулили Духа Святого человек нормально не может так говорить он не просто издевается он кощунствует безумно кощунствует над верой над всем что только есть а я на него отвечаю у меня ролик вышел и он ролик этот мой перетащил к себе и вот Игнатий говорит а я говорю места писания где-то а что он цитаты дает это один пшик для меня места писания это пшик то есть у него не Библии у него ничего нету а у Насте она его не удержит у них ничего нет мы когда ездили в поездку мы встречались с одним таким который принял монашество здесь он еще был такой дьякон принял это просто по глупости посматывался девчонка не пошла за него и он бац его Антоний постриг а потом он стал такое здесь давать в алтаре драку устроил он крутой крепкий такой а потом все бросил и стал петь там где-то на перегонах у метро а потом закончился консерваторий на международных выступлениях там арии стал брать первую премию и мы были у него дома не у него а у его отца я его знаю он у меня в лагере ребенком был представительный мужчина редко какая женщина может устать когда арию бородина он поет князь Игорь я у меня в интернете под словом пение зарядите его я не хочу называть просто чтобы мужчины не было он приезжал потеряевку и говорил я встретил девушку что мне делать я говорю держись этого нельзя делать ты пострижен уже зачем же ты это сделал ну вот так вот было я не могу ему сказать бог на небе ты на земле написано что бог не разрушил дела бог отнял полностью веру отец священник у него в доме священника ты понимаешь о ком я говорю я без слез не мог быть я его на улице сейчас захватил я слышать не хочу ничего и у него везде везде не лады какие-то он очень добрый и говорит как только я буду получать какие-то премии я тебе сразу помогу и вот он занимает там первое место международном или таки на конкурсе в Арии и он сразу мне выслал денег для меня он ну в лагере был дерзкий я отказал от лагеря ему такое было ну человек-то сам по себе и семья такая но грань переедена если у вас кто-то где-то будет встречаться принявший монашество у католиков у грига у арамян православных где-то и будет говорить ответ один нет плащи рыдайте но только не давайте никакого согласия это нам не дано перед Богом все это сделано я против того что давали ответ такой пожизненный но он уже дам мне говорят да вы как-то так и против и да ну вот такой какой и есть будьте религиозно талантливы будьте верны Богу вот у меня сейчас в интернете одна особа заходит и на нашей которой мы говорим вашу родственницу и она говорит много не суразного много не нужного я мог бы ответить зачем при том зарегистрировалась по полу мужчину свою девичью фамилию все указала фотография более ранее так она прекрасно выглядит ну кто здесь знает о коме я говорю нет но говорит совершенно неверо не нужно ей я еще могу только я все бросил сразу на молитву Господи помоги она такая хорошая сколько у ней было и дерзость погубила все все разрушила семью все она ни при чем мне дерзость это уже объяснование и признаки это были давно и поэтому усилить молитву кто знает на ухо могу шепнуть я молюсь каждый день об этом человеке повторяю этот человек хороший этот человек хороший но он не пободрствовал из ящейки выпал не по колени мужу детей от бабушки отвратить и началось дальше и церкви крестик и снять и дальше уже пошло все посты не надо все развалено а они не знают что впереди будет а впереди будет катастрофа катастрофа которая будет в семье и она не может быть по другому можно только молиться и жалеть и отвечать не надо не вступайте ни в разговоры ничего нельзя с этим монахом о ком я говорю а монахи просто этому молиться и главное что он все с себя снял против монаши на самом все время ходят в одежде и косичку носят то есть старое оно он понимает это то за что он сцепляется сейчас больше ему не за что цепляться это как и у евреев они сцеплялись за то что мы Богоизбранные уже враг у ворот стоит Иерусалим будет пленен а мы Богоизбранные им надо каяться молиться врага в землю а мы Богоизбранные и наконец Бог рубит под корень и вышвыривает по всему лесу земли как Евгений Берсье говорит как будто бы ком сухой земли Господь растоптал и веником развел по всему миру это бывает с отдельной личностью и со многими целой нацией так я подбиваюсь под то чтобы остаться в памяти людей как религиозно талантливого мне говорят а у него там жуткая смесь там старообрядчество там ваптизм какую-то религию его там терпели религиозно талантливый он должен видеть везде доброе да он ему никогда Бог не простит он за свидетелей Игова заступается я заступился что вы неправильно их душите перед Господином императором все одинаково они зарегистрированы а не то что я свидетелем Игова стал ты должен быть религиозно талантливый снисходительным в то же время держать все в строгости тогда она пишет а вы знаете на Игнатия натопнулась одна свидетеля с Игова она правильно говорит да он ее в пух и прах разнес сначала а потом о ней положительно на собрание она посмотрела и сказала вот как они работают и дома к дому идут а вы сидите сначала ее разнес вот баптисты пишут в Америке Игнатий говорит от нас от баптистов говорит щепки не оставляет на месте а его говорит все уважают почему потому что за них не против них значит слово религиозно талантливый я попрошу вас взять себе во внимание и не будьте стандартными я пришел отстоял ушел вот мы видите у нас канон Андрея Крискова на три ступени первое считаем покаяние дальше благодарение славословие у нас изданный новый завет с комментариями никогда за 900 лет так не было это конечно божий дар бог дает и мы даже каждому как бы подойти чтобы все понимали вот это есть акривия говорить простым языком это сказать экономия тоже время акривия точно войти в рамки канонов соборов и никуда не отодвинуться никуда я против мощей я против того что вы издеваетесь над мощами я поясняю я за мощи чтобы их изъяли и с честью с пистопенями похоронили так ну через перевозчика давайте вопрос какой видите как много я вам сегодня сказал Игнатихович у сестры есть слово слово у сестры есть давай ну у нас по традиции раз ребенок родился нужно немножко хотя бы на подарочек собрать как всегда делали по чуть-чуть хотя бы новый член общины а Лавкин тогда и чем нет я на собрание обращаюсь не к Лавкину так я коснусь немножко чуть-чуть буквально событий на Украине в следующее воскресенье объявляет референдум Крымского полуострова чтобы присоединиться к России мы ничего не знаем я очень прошу нигде не встревайте в разговоры скажите мы не знаем волю Божию я только могу молиться я молиться что Бог умягчил сердца людей и начальствующих не ругайте ни Обамы ни Путина ни Януковича его Виктор звать Януковича только молитесь там закулисное что делают чтобы спас Бог и тех и других вот начинают они Бандерас они фашисты с чего ради они фашисты они патриоты они любят свой народ они боролись коммунистами валят памятники Ленину с чего ради они стали фашистами это я могу точно сказать не присоединяйтесь к чужим словам к ругательствам молись если Бог даст слезы плащ это под Богом они сейчас выдавили требования значит Воронежскую область Ростовскую чтобы нам отдали это Украине принадлежит они в ответ те же самые слова долго здесь и сейчас готовят отряд не меньше 100 тысяч на территорию России боевиков оттуда со всего мира чтобы взорвать Россию на спуске расколоть а Футини пишет он сумел обыграть всех что никто не ожидал какой он шаг сделать он через пяти раз все провел разрешение дали и все ролики показывают как там стоят эти идут маршируют тамошние которые а эти вокруг уже перегородили они прямо на них идут но безоружные идут которые крымские офицеры а там снайперы везде стоят и с этими гранатометами кто-то останавливает их а то что стоять у нас российский плах вы что против российского там я сказал остановитесь эти сразу отступили залегли с пулеметами военно не понимает где-то сорвется в каком-то месте тогда уже подряд все будут крошить мы никак не можем повлиять первое нигде не присоединяйся ни в какую сторону не присоединяйся только моли Бога да будет воля твоя и отче наш возьми одну фразу да будет воля твоя когда в тюрьме у меня было спорят двое а я знаю что кто прав и ко мне обращались я ни разу не ответил если я ему ответил то другому я буду враг никогда спрашивать что-то я сразу поворачиваюсь молча и начинаю молиться молитва нас спасает мы за Христа спрячемся не вставайте нигде мы ничего не знаем не ругайте никого да будет воля твоя Господи молодежь вот эта вот сидит которая сонная вас забряют в один день и в один день с вами будет покончено ни они не уйдет и горбатых и слепых всех подгребут а у нас в какой порядок есть бланк на котором написано я православный христианин не могу воевать я не на тучане батюшка ставит пищать и наши идут в военкомат пока отказа ни одного не было все документы приняты так что если заботитесь кто уже даже отслужил ну кому еще нет 60 лет так что документы этот можно получить альтернативная служба вместо двух лет служить три ухаживать за больными за заразными а почему нет я на это призван если я понятно сказал вам подумайте у кого дети ну и которые могут быть подобраны а мобилизации в Украине объявили всеобщую мобилизацию мобилизация это подготовка к чему-то у меня есть ну как я разговаривала с Надеждой Сухановой она вам передавала огромный привет всем кланяться сказала давай вот ее да приедет она этого как это мальчишка Макарий 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 привезет 18-го Макария сюда в санаторию у него в общем дистония Евдокия учится в училище на втором курсе понятно ходят они в церковь но у них нет папа вот ну молятся там она говорит молились на Андрея Критского ходили они были здесь я обещала она вся по-местке накрашена подвезла все как надо ее надо поставить чтобы она увидела Христа и такие было а ее в барокамеры вырастили батюшка там руку протянул как-то крапел или что-то делать знаю надежды всегда поклон вопросы а вот Крым присоединят или нет как вы думаете как вы думаете Крым присоединится к нам или нет я думаю не моего ума дело мы в прошлом году прошли весь Крым весь если Крым и Севастополь все что могли мы прошли так что мы одарим это не дошли Крым прошли одарим и не дошли в Риму то не были в Риму ну как Бог не знаю ничего гадать не надо только молиться надо только благодарить Бога написано так запомните одно выражение еще Иеремия 48 глава 10 стих повторите Иеремия 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 48 глава 10 стих запомните проклят кто дело Господне делает небрежно и кто меч Господне удержит от крови так я хочу чтобы войны не было проклят кто удерживает меч ты не забывай я не могу говорить другое кто написал а как делать да будет воля твоя ну а ты хотел чтобы не было хотел но я боюсь говорить это проклят кто удерживает меч Господень открови это от Бога там все эти гей порады шли там все только не было проклят кто меч Господень удерживает его не надо удерживать пришло время открывай ворота а как Я еще раз повторю, только молиться. Дело Божье, а какое дело? Вот твое, которое ты делаешь. Делай его ревностно. Не спите, вставайте рано, вставайте ночью на молитву. Молитесь. Сейчас задача одна у них, как будто бы убить Януковича. Он не прав. Он не прав, но просто так. У него там глава администрации был. Они над ним издевались, его били и тут же пристрелили. Другого там где-то взяли. А он говорит, только в январе поставленный был. За ним вообще ничего нет. Это новый избранный. Никаких его. Его избили, бросили в комнату и зажигательный туда бросили. Этот коктейль он с жильем сгорел. Ну что это? И Путин об этом говорит. Это что, демократия? Путину нужна помощь от нас, чтобы Господь Духом Святым просветил его разум. Я всегда говорил, что человек, который служит в системе КГБ, это человек с искореженной совестью. Он другим не может быть. И там нормально все. И поэтому надо молиться, чтобы совесть его была выправлена Богом. Такой большой народ доверен ему. Я говорю просто, по-другому не может быть, чтобы там служил человек и по совести. Это нельзя, потому что там все нормально строится. Он из той системы. И поэтому ему нужна особая помощь наша молитвенная. Я благодарю всех, братьев и сестер, за молитву. Благодарит, за молитву. Я болела. Благодарна вам. Мы все молились, Галя. Каждый день молимся. Я вам всем благодарю. И не забывайте о милостыне. У загуляемых, все ребятишки. Так, кто-то Сергей что-то хочет сказать? Дети у Гали все болеют. Уже все заболели, да? У меня просьба помолиться об четвертом бессловесном благовестнике, об урагане, о всем моего. Помолиться об урагане благовестнике. Среди у него куда-то он идет. Ураган, собак. Куда ты, Сергей, ты что? Я его готовлю. Ты для нас только готов. Чтобы вот эта его агрессивность была на чужое. Да, чтобы Бог дал мне таких помощников. У меня нет помощников, которые бы с ним занимались. Помощников дал, чтобы это саготовили. Приготовь его как следует. Помолитесь, у меня помощники. Я молюсь каждый день. Все его. А уж как Бог услышал. А без ни в чем помощь-то нужна. Нам сказано молиться. Это не по молитве Бог делает, а по милосердию своему. А ты их чайно молишь. Нужны люди, которые бы с ним занимались, чтобы он их кусал. Я хотел еще напомнить историю. Человек, который не знает свою историю, то человек этот, он все равно может наступить на те же самые грабли еще раз. Поэтому историю надо знать. И вот история таковая. Вот эти революционные движения, они уже были несколько раз в нашей стране. Знаете, чем закончилось последнее? Великим переворотом октябрьским 17-го года. А до этого было очень много покушений, как и сейчас, вот этих смертей непонятных. То есть в мирное время, якобы люди сильно рассерженные на эту власть, начинают сами производить расправы. И сначала это было так же шокирующее, а потом люди начали привыкать. Но самое первое к этому привыкло, это великая молчальница. Это православная церковь. Как только императора или какого-нибудь чиновника убили, со святыми у покоя. Если промазали, воздравие, молебен отслужили и все. То есть сердце далеко отстояло от христианского понятия милосердия и добра у этих людей. Я могу сказать о сегодняшней, о сегодняшней любой церкви. Зарубежной, незарубежной, хоть какой. Вот Олимпиада началась, когда все хорошо. Дифферамбы, патриарх стоит в олимпийской форме, рассказывает, благословляет. Все, сейчас такие события, нить кого нигде не видать, ничего не слыхать. Они не знают, как это все приложить и к чему. А мы не знаем, что делать. У нас что есть-то? У нас только молитва одна. И все, мы же не можем помочь, автоматов там дать или еще что-нибудь. Так вы прикладывайте таланты-то и думайте, что делать. Может быть, Библию надо почитать. Когда были эти революционные движения, Библия нам рассказывает, что люди делали религиозные. Как они поступали. Поэтому история повторяется. Главное, чтобы она не коснулась нас с вами. Самое сложное, что Слово Божие, оно живое и действенное, и острее меча будет до острова. Так, у кого что еще есть? Нету. Поблагодарим Бога, оставайтесь без занятий. Достой, но есть никакого истину, вложи дитя Богородицу, Присновложенную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искления Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, слава Тебе за милость Твою, Что позволил нам собраться. Что не по воле Твоей было сказано, Прости и помилуй меня грешно. Если это от Тебя, проложи наш путь, Удали все препятствия, и пошли нам все необходимое. И пришли добрых людей, знающих Тебя и вселение наше, Расширь пределы общины нашей. Научи нас искать не своего, но что угодно, воле Твоей святой, Чтобы мы были все рожденные от Духа Божия, Получили новое рождение, И были в Духе Святом. Тебе, Господи, слава, Тебе хвала, счастья и поклонения. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Надя, ты это, Надя, Ты когда что-то будете брать, Ты советуй. Юля родила девочку, Обрате. У меня рисунки, они глядят. У меня расслышали. Я у тебя, ты не спрашиваешь. Нет. Нет. Продолжение следует...